Привет, киноман! Желаю тебе хорошего настроения в эти выходные. Меня зовут Софья и в эфире подборка с новинками конца 2021 и начала 2022 года. В ней ты найдешь 10 интересных фильмов разных жанров, которые уже доступны для просмотра в интернете. Но если тебе ничего из этого не приглянется, то заходи в раздел с плейлистами на канале и выбирай подборки, которые подходят именно тебе. Их там уже более 200. Я буду рада, если ты поставишь лайк, поделишься своим мнением в комментариях и подпишешься, чтобы нам с тобой больше не расставаться. Список и тайм-коды я оставлю в описании, ну а сейчас поехали! Мой волк. Добрый и трогательный фильм для семейного просмотра производства Франции. Он основан на реальных событиях, из-за чего смотреть интереснее. После смерти матери Стефан переводит свою 8-летнюю дочь Викторию в их дом, расположенный в горах. Девочка все еще грустит, совсем не разговаривает с ним и целыми днями слушает мамин плейлист. Все меняется, когда во время прогулки старый пастух дарит ей симпатичного щенка по имени Секрет. Поначалу Виктория пытается держать его появление в тайне от отца, но долго растить его в детской комнате невозможно. Он резвый, как и все малыши. Ради дочери Стефан соглашается его оставить, но он совершенно не разбирается в собаках, поэтому сразу даже и не понял, что у них дома поселился самый настоящий волк. Вскоре Виктория и Секрет стали неразлучны, но милый песик начал расти не по дням, а по часам, настораживая своим видом Стефана. Что будет, когда до него дойдет, что дочь воспитывает хищника? Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс. Душевная документалка, которую с удовольствием посмотрят и взрослые, и дети, ведь многие из нас выросли вместе с героями книг Джоан Роулинг. В фильме встретятся и актеры, сыгравшие полюбившихся всем персонажей, и состатели франшизы. Они снова окажутся в стенах Хогвартса, пройдутся по привычным локациям и расскажут фанатам разные секреты за кулисье, в том числе и те, о которых ранее не было известно. Повествование разделено на несколько глав и ведется в хронологическом порядке. В общем, фильм посмотреть однозначно стоит, хотя бы ради порции греющей душу ностальгии. Но очень жаль, что среди главных приглашенных звезд не было самой главной, а именно создательницы мира Гарри Поттера Джоан Роулинг. Она фигурирует лишь на записи. Три оряшка для Золушки. Ремейк полюбившейся многим с детства сказки, то есть еще одна порция ностальгии. Можно сказать, что фильм снят почти по классике, кроме небольших современных дополнений. Но, по мнению большинства зрителей, до классической версии 73-го года ему все равно очень далеко. Не согласиться с этим сложно, ведь один только саундтрек в старом фильме чего стоил. Итак, оставшийся без родителей Золушка живет в собственном доме на паровах в служанке. Следит за очагом и выполняет поручения мачеки и сводной сестры, которая мечтает очаровать принца на предстоящем полу. Золушка часто сбегает от них, чтобы поскакать на своем коне по лесным просторам. И неожиданно это играет ей на руку. Однажды в лесу ей удается встретить принца и первый завладеть его вниманием. Принц очарован и заинтригован, поскольку милая незнакомка не сказала, как ее зовут. А Золушка и обрадована, и опечалена одновременно. Ведь чтобы закрепить результат, ей нужно непременно блеснуть на балу. Но вряд ли мачеха ей это позволит. Да и банально не в чем идти. Помочь бедняжке в этой ситуации сможет только волшебство. Дочь короля. Приключенческий фэнтези-фильм, основанный на романе Вонда Макентайр с Пирсом Броссаном и Кай Скаделарио. Путь фильма до экрана был настолько долгим, что Кай успела родить двух детей от Бенджамина Уокера, с которым познакомилась на съемках дочери короля в 2014 году. Но, несмотря на долгий путь, неплохие декорации и спецэффекты, зрители невысоко его оценили. Если вам уже довелось посмотреть Дочь короля, то расскажите в комментариях, как, по-вашему, почему. А я пока расскажу о сюжете. После покушения на свою жизнь, король Людовик XIV задумался о том, что, к сожалению, смертен. И, послушавшись советов придворного врача, решает это исправить с помощью магического обряда. Нужно всего лишь во время солнечного затмения принести в жертву русалку. Людовик снаряжает дорогостоящую экспедицию на поиски затонувшей Атлантиды и ее сирен. Но казна почти пуста. Выход у короля один. Нужно удачно выдать замуж свою дочь Мари Жозеф. Девушка всю жизнь провела в монастыре и предполагалось, что она выросла кроткой и послушной. Но король пока не знает, что монашки со своей задачей не справились. И Мари способна пустить по ветру его планы. Незнакомая дочь. Эта драма с Оливией Коулман и Дакотой Джонсон является режиссерским дебютом Мэгги Джилленхолл, а также победителем премии Gotham Awards в четырех номинациях, одна из которых лучший фильм. Немолодая профессор английского языка Леда решает провести свой одинокий отпуск в домике неподалеку от пляжа. Плеск волн и редкие звуки маяка должны были стать ее единственными компаньонами на несколько дней. Но, оказывается, на пляже периодически отдыхает большая и шумная семья из Квинца. Среди отдыхающих Леда замечает молодую мать с маленькой дочкой и с грустью вспоминает времена, когда она и сама 20 лет назад вот так же приводила своих дочерей на пляж. Когда докучливые гости из Квинца начинают теснить Леду, попутно расспрашивая ее о семье, женщина предпочитает уйти от разговора. Ведь то, о чем ее спрашивают, слишком личное и причиняет боль. По мере развития сюжета зритель, разумеется, узнает все секреты героини. «Жажда золота» — свеженький триллер, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где все грустное из-за нехватки ресурсов. Главный герой — мужчина средних лет, отдаленно напоминающий заросшего бородой Зака Эфрона, едет в пустынные земли, расположенные где-то на краю географии. В условленном месте его встречает проводник, чтобы за определенную плату доставить к золотому прииску, где тот собирается попытать удачу. Проводник не верит, что у его пассажира что-то получится, но во время одной из остановок тот находит гигантский самородок, за который можно выручить много денег. Но сложность в том, что кусок слишком велик, его невозможно откопать обычными лопатами, поэтому попутчики быстро превращаются в напарников. Один из них должен будет съездить за спецоборудованием, а другой остаться сторожить найденное золото в знойной пустыне, полной опасностей. По соседству. Немецкая драма с Даниэлем Брюлем в главной роли. Его персонаж — добившийся успеха актер по имени Даниэль. Он живет со своей семьей в центре Берлина, в роскошном доме с лифтом прямо в квартиру, и совершенно не обращает внимания на людей вокруг. Они на него обращают, разумеется, и герою это очень льстит. Если к нему подойдет фанат, то он с радостью даст автограф или сфотографируется с ним на память. Как-то раз перед важным кастингом на роль супергероя в голливудском блокбастере, Даниэль забегает в любимый бар выпить кофе. И встречает там незнакомца, который узнает известного актера и просит у него автограф. Но делает он это без уважения, что не очень-то приятно. Слово за слово они разговорились, и выяснилось, что незнакомец знает о нем многое, но не торопится выложить все карты на стол, играя с ним как кот с мышью. Рэй Донован. Фильм. Криминальная драма, являющаяся продолжением одноименного сериала. Он длился семь сезонов, притянул множество поклонников, а затем резко оборвался, вызвав всеобщее негодование. Так вот, спустя два года создатели одумались и выпустили полнометражный фильм, чтобы, наконец, расставить все точки над «и» и достойно завершить сериал. Таким образом, фильм является финальным эпизодом, и вряд ли его стоит смотреть тем, кто не смотрел сериал. Ну а для тех, кто не знает, что вообще из себя представляет Рэй Донован как персонаж, я вкратце о нем расскажу. Рэй является профессиональным голливудским решалой, помогает богачам разрешать их проблемы и чистенькими выходить из самых щекотливых ситуаций, используя при этом не самые законные методы. При этом проблем у самого героя имелось хоть отбавляй, в том числе и внутри семейных. Вот и фильм будет посвящен копанию Рэя в своем непростом прошлом и попытке решить насущные проблемы, которые ему доставляет отец, криминальный авторитет Микки Донован. Неплохое развлечение на вечер, если хочется чего-то легкого и необременительного. Ужин на четверых. Итальяно-португальский ром-ком, бросающий вызов концепции родственных душ. То есть, по мнению авторов, не существует идеального брака, заключенного на небесах. Многим не дают покоя слова Платона о том, что когда-то люди были идеальными, из-за чего завистливые боги разделили их на твое, и с тех пор они якобы ищут вторую половинку. Сара и Лука отказываются верить в эту теорию родственных душ. По их мнению, не может быть так, чтобы в мире был только лишь один человек, который их дополняет. В качестве доказательства своей правоты, они рассказывают знакомой супружеской паре историю о том, как пару лет назад пригласили четверых одиноких друзей, двух парней и двух девушек, и попытались свести их вместе, учитывая разницу в характерах. Черный ящик. Неплохой детективный триллер производства Франции, который, помимо интересного сюжета, дарит зрителю возможность увидеть изнутри работу комиссии по расследованию авиакатастроф. Скромняга Матьё служит авиационным аналитиком во французском бюро по управлению полетами. Благодаря уникальному слуху он не только расшифровывает бортовые самописцы, но и способен выявить неполадки по звуку любой работающей техники. Однако начальству не очень нравится дотошность, с которой Матьё докапывается до причин, поскольку это мешает им быстро выдавать заключения. Поэтому, когда в Альпах разбивается самолет Дубай-Париж с 300 пассажирами на борту, они с большой неохотой передают дело ему. Это крупнейшая авиакатастрофа за последние годы, а Матьё, как всегда, будет затягивать процесс. И они оказались правы. Дотошный аналитик мигом нашел в записях с бортового самописца нечто подозрительное и начал копать в направлении неугодным властям. Но Матьё важна правда, и он готов искать ее, несмотря ни на какие препятствия. Что ж, это была последняя новинка на сегодня. Я надеюсь, подборка тебе понравилась и ты нашел, чем скрасить свободный вечер. Ставь лайк и подписывайся, чтобы нам с тобой больше не расставаться. И очень скоро мы увидимся в новом видео. Субтитры подогнал «Симон»